Привет всем! Мы снимаем новый фильм о курорте Русалка. Русалка это морской курорт, расположенный в заповеднике Таук-Лиман, что в переводе с турецкого значит Птичий залив. Мы едем по уже знакомой дороге на Дуран-Кулак. Поворот нам нужно было делать в селе Болгарева, поэтому мы остановились там, чтобы посмотреть один из памятников, который было хорошо видно с дороги. Здесь памятник жителям Болгарева. Мы находимся сейчас в этом селе, которые погибли в период 912-944 год. Они тут все перечислены. Вот так выглядит этот памятник. Просто камень. Здесь такое у них место отдыха. Тут должна быть вода для питья. И она есть. Есть тетю. Вот это, наверное, русалка, жительница Болгарии. Опять ветропарк. До русалки еще, не знаю, километров 10. Вот проезжаем на русалку и видим очень красивые деревья. Все усыпанные непоймучим. То ли персики, то ли яблоки. По-моему, это яблочки. Это точно яблочки. Русалка, как база отдыха, была основана в 1968 году. Позже ее назвали Русалка Холидой Клуб. Не буду пересказывать всю Википедию. Скажу только, что берег русалки не только красивый, но уникальный археологический заповедник. Когда мы впервые приехали в русалку, мы были поражены красотой этого места. Это было лет 10 назад. И одновременно мы были поражены разрухой, которая здесь царила. Тогда же русалка разделилась для меня на две части. Заброшенную с прекрасным диким пляжем и цивилизованную. Зашла к Баумам и Холидой Клубам. Вот такое каменистое поле. Поразительно. Вот там море и русалка. Вот мы добре дошли в русалку. Посмотрим, как там. Через 100 метров вы прибудите к вашей цели внимание. Ограничение проезда. Вот мы прибыли в русалку. Мы очень любим русалку. Потому что здесь очень красивое море, скалы. И это мы все вам сейчас покажем. Добрый день. Добрый день. Сколько стро? Паркинг сейчас. Мы приехали на паркинг у русалка. Паркинг стоит 6 лево. И теперь мы найдем место и пойдем сначала в дикую бухту. Мы идем на дикий пляж Русалка. Погода отличная. Сегодня очень жарко. 29 градусов. Даже 30, наверное. Вот такой чудесный вид у нас. Сейчас мы подойдем и снимем еще поближе. Мы в Русалке. На пляже. Наконец-то выбор. И снимаем сейчас для вас это чудесное место. И эту красоту природную. Ее, как говорится, не сделаешь и не купишь. Поэтому вот мы постарались и показали вам это чудесное место. Я сделала подводные съемки. И поэтому, надеюсь, еще вы увидите и подводные съемки. Здесь есть, что посмотреть по сравнению с нашим пляжем на Золотых Писках. Подписывайтесь на наш канал. Да. И ставьте лайки. И вы увидите очень много интересного. Очень. Это дикий пляж Русалки. Но выглядит он совсем иначе, чем был, когда мы были в последний раз. Сейчас, но я уже вижу, что море чистое и прозрачное. Можно будет сделать подводные съемки. Это просто красоте. Тут уже кто-то погружался. Я смотрю, уже сушат свое имущество. Вот видите, вот так выглядит у нас Русалка. Вот такое чудное море. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Идем и посмотрим, какой там вид. Дух захватывает. Так красиво. Белоприлепнена к скале и так выглядит прекрасно. Вид у нее замечательный. Хотя сама она, видно, еще требует ремонта. Вот здесь этот сказочный вид. Это картина Маслова. Куда ни глянь, только море вокруг. Море, чайки, острова, белые пароходики. Вот это красота. Вот еще одна старая вилла, которая тоже будет отремонтирована. Вот такие тенистые оленьки. Ростые деревья. Видно, что этот курорт уже довольно старый. То есть, он был освоен много лет назад. Я думаю, что это смотровые площадки. Идти, идти вдоль берега. Идти. И прийти куда-то в дикую бухту. Вот здесь посидеть, послушать шепот волн. По крайней мере, сегодня это шепот. Но бывает и буря. Бывает и грохот. Вот тут есть такая лестница, которая ведет еще одну бухту. Но мы туда уже спускаться не будем. Просто полюбуемся этим местом. Еще раз. Можно подняться выше. Да, но здесь, видимо, не ступало много человека. Здесь все заброшено 10 лет назад. До этого места еще инвесторы не дошли. Тут еще все заросло. Все заросло. Кстати, об инвесторах. В 1999 году фонд приватизации АКБ Форос, который потом переименовали в АКБ Корпорейшн, купил этот курорт. Очень недорого. Не будем называть сумму. Но фактически мы владельцами курорта называют семью Баневых, Николая и Евгению. В 2018 году миллионер Николай Банев и его жена были арестованы в Ницце. И сейчас, насколько мне известно, они находятся в тюрьме. Тут еще много мест, которые нужно обустроить. Рестора. Вот это администрация. Круто русалка. Вот это можно? Красиво будет. От этого молодого человека я узнала, что виллы, где мы только что были, были проданы в прошлом году. И теперь там начинается ремонт и будет новый собственник. Приезжает к вам румынский? В этом году нам любезно разрешили пройти на территорию русалка Холиды и Клуба, несмотря на то, что мы здесь не проживаем. Вот мы в цивилизованном месте. Если процитировать сайт, то на курорте сейчас находятся 400 вилл с террасами. 50 из них роскошно мобилированы и расположены на первой линии. Туристам обещают уединение и отсутствие пляжного шума. Вот здесь даже есть георгины. Болгарский домик. Но я не думаю, что это вилла, в которой люди живут, правда? А вот какой тут чудный пляж. Смотри, какая тихая здесь природа. Вот мы с ними, возможно, будем жить вот в таком домике. Здесь такой чудненький пляжик. А чем он чудненький? А ты знаешь, чем он чудненький? Тем, что здесь нет волн, ни грамма. Посмотри. Потому что здесь все защищено. Вот здесь остров, здесь волнорез. Поэтому здесь очень много травы. Ну так трава-то вся на берегу, посмотри. Там нету травы. Как здесь мелко. Я могу сказать, что тут дикий пляж, в общем, не хуже. Но мы сейчас посмотрим тут. А, бассейн. Какой маленький. Но он минеральный, ты чувствуешь запах? Да, вот здесь находится минеральная ванна, я думаю. На территории комплекса находится минеральный источник с температурой воды 32 градуса. Здесь такие виллы, которые, наверное, можно арендовать. Вот по номеру посмотрим. Вот 22, например. И можно арендовать. На сайте Русалки туристам обещают следующие услуги. Можете посмотреть. А мы пойдем на прогулку. Можете посмотреть. Можете посмотреть. Можете посмотреть. Можете посмотреть. Какое красивое растение. Просто бархат. Ну как, вот античная винарня разрушена. До основания. Да, и тут теперь... Пятый век. И тут теперь русалка. Они такие цветные. И посажены так красиво. Вот так надо красиво делать озеленение. Клумбу. Которая цветет, цветет, цветет. Не один цветок, так другой. И все время, все время, все время яркий цвет. Это очень нарядно. Сейчас мы что-нибудь поедим в ресторане. Таук. Таук-лиман. Такое у нас меню. Потому что... А куда ты пойдешь завтрак-то здесь? Конечно, надо. Вот такой ресторанчик в русалке. Мы попили кофе. Варенье инжировое. Ну, это я так предположила. Кто понимает. Ну, какая разница. Мы платим вот за это. Вот. Вот это стоит денег. А все остальное бесплатно. Вот такой интересный ресторан в русалке. Вот такие красивые украшения. А вот так на бутылке красиво. Видишь, какой интерьер? А посмотри, какие картины. Это вообще... Просто около туалета такие у нас картины чумные. Можно напрокат взять эти скутеры. Вот такая русалка отдыхает. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...